Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, мне очень честно обидно, что я не побывала на первых двух докладах, но рейсы у нас отменяют. И у меня чуть-чуть, я так поняла, есть запас времени, потому что... Запаса времени нет, все в одинаковых условиях. Спасибо вам большое. Хорошо. Хорошо. Соответственно, если мы говорим о перспективах хотя бы развития, то посмотрите на этот слайд, посмотрите, какое огромное количество денег сейчас вкладывается в изучение микробиоты. И если мы говорим о изучаемых терапевтических объектах, то вы видите, что для того, чтобы разрабатывать и понимать действия и пробиотиков, и метабиотиков, и контрабиотиков, а также понимать вообще перспективы использования фекальной трансплантации, мы вообще должны понять пути взаимодействия между нами и нашими микробиотами. Ну, это хорошо известный слайд, который, соответственно, сообщил нам, что бактериально по генному составу наши микробиоты над нами превосходят. Но специально выбрала фразу Силе Брауна, что, как ни парадоксально, путь вперед – это не взгляд в будущее, а способность посмотреть вокруг себя. Мы действительно сейчас слишком много, наверное, ориентируемся на Запад и, соответственно, сейчас отдаемся вот этому новому подходу к изучению микробиоты. Но великий Илья Ильич Мечников еще, посмотрите, в каких годах, провозгласил, что наши микробиоты, ну тогда это микрофлора, да, определяют в значительной степени наше духовное и физическое здоровье. И тоже этот слайд, который вы видели, тоже можно пересмотреть чуть-чуть по-другому. Кто? Мы ее меняем или она меняется вслед за нами, да, когда мы стареем, приобретаем определенные заболевания и так далее. Или все-таки, возможно, она управляет нами, нашим старением, развитием патологии вследствие, наверное, каких-то негативных воздействий. И не буду комментировать этот слайд, потому что хорошо он известен, я, наверное, попробую ответить на какие-то вопросы клинические, которые здесь уже задавались. Но чем же, в принципе, наша микробиота для нас в клиническом плане вообще-то звучит, да? Мы знаем, что она превосходит нас по видам, но при всем при этом она стабильна, она пластична, и вот эта пластичность, способность к восстановлению определяет наше здоровье. Но вот это свойство добывается функционально избыточностью, избыточностью – это еще одна ее функция. И если говорить о человеке, то мы действительно в большей степени сообщество прокреатических, чем и у креатических клеток. Это не только говорит по доминированию генов, видов, да, но вы посмотрите по той функциональной активности, которую она нам дает. И вот фактически 90% функционирования пищеварительной нашей системы, они реализуются через энергетику микроорганизмов. И вот с этим биоразнообразием действительно связаны несколько еще ключевых позиций. Это вот о чем я сказала, о стабильности, пусть мой тоже будет слайд-шоу, но при этом и функциональной избыточности. Что такое функциональная избыточность? Во-первых, опять мы думаем, что это западное решение, да ничего подобного. Петр Кузьмич Анохин в своих трактатах о функциональных системах уже описал это свойство функциональной избыточности. И ваша покорная слуга все то же самое провозгласила в своей докторской диссертации в 2003 году, когда мы говорили о микробиоцинозе. Так вот, действительно, избыточность – это ей данная способность другими популяциями нивелировать утраченные звенья или утраченные какие-то возможности других популяций. И вообще, если говорить о микробиоте, то здесь надо вообще вспоминать философские законы. А то, что мы сейчас с вами говорим, фактически мы выдираем звенья из непрекращающихся цепи вот этих последовательно заменяющихся причин и следствия. Но если говорить, опять же, о микробиоте, да, есть определенное ядро. Это дирижер, некий дирижер, действительно, потому что несколько видов, десятков видов бактерий, они встречаются у большинства в популяции. И вот эти, соответственно, виды, они в большей степени относятся к десяти родам. Но посмотрите еще что. То есть это первые скрипки управления дирижером нашего фактически микробиотического оркестра. Так вот это филометаболическое ядро, это уже, посмотрите, фактически 60% продуцентов так называемых короткоцепочных жирных кислот. И если мы посмотрим на то огромное функциональное разнообразие нашей микробиоты, ее пользу для нас с вами, чем же оно реализуется? Да, реализуется оно несколькими нашими интимными взаимосвязями. Вот самые интимные взаимосвязи, да, это внутриклеточные взаимодействия. Вот здесь у нас действительно открываются великие перспективы, когда действительно вот при этих взаимодействиях мы обмениваемся генетическим материалом с нашей микробиоты. Это новое, одно из отдельных направлений. Соответственно, контактный вот сегодня был разговор о болезни крона. Болезнь крона – это вообще совершенно поле такое патогенетических огромных звеньев, соответственно, заболевания. Но там тоже идет речь о генетической поломке отдельного класса толклайт-рецепторов, которые являются фактически замочками к легандам определенных микроорганизмов. И поломка либо с нашей стороны, либо с их, да, либо они чужеродные, либо детей леганды – тоже это новые патогенетические, соответственно, звенья различных, соответственно, заболеваний, не только болезни кроны. Там же есть синдром раздраженного кишечника, язвенный колит. И дистанционные. А вот эти дистанционные как раз взаимодействия, они реализуются через в основном метаболиты. И вот известно на настоящий момент 25 тысяч различных метаболитов. И вы видите, что это совершенно разные классы соединения и веществ. Здесь есть и гормоны, есть здесь и факторы роста и так далее, и так далее, и тому подобного. Но когда мы говорили с вами о филометаболическом ядре, да, это 60%, в большей степени представители микробиота, которые ответственны за продукцию коротко-цепочных жирных кислот. И если говорить о том, что межиндивидуальные различия в составе микробиота между нами с вами могут колебаться от 12 до 2200 раз, вот это соотношение коротко-цепочных жирных кислот, оно находится всегда строго в заданном диапазоне. Это 60, 20 и 20, уксусное, пропионовое и масляное. Почему? Потому что это является константой жесткой регуляции гомеостаза не только кишечника, но и нашего здоровья. Я не буду говорить об их системных функциях и так далее, и так далее. Я просто остановлюсь сейчас хотя бы об одном из таком метаболите. Так вот, в гастроэнтерологии мы начали уже давно развивать вот этот тезис, что низкомолекулярные соединения, они всегда присутствуют, да, метаболиты. И вот нарушение гомеостаза этих молекул служит фактором риска различных заболеваний. И вот они заболевания, которые сейчас напрямую ассоциированы с изменением кишечной микробиоты. Ну, раз у нас онкологический конгресс, я вынесла рак, да. Но что это такое? Если мы будем стоять на вот этом количественном и качественном дисбиозе, который мы будем определять бактериологически, методом секвенирования или еще что-то, мы ничего не поймем с вами. Мы должны стоять на позиции клинического мышления уже на позиции регуляторного и метаболического дисбиоза. И тогда мы сможем приблизиться к пониманию все-таки патогенеза заболеваний. Ну, а если говорить о трех моих любимых метаболитах, потому что ими я занимаюсь уже там с конца 90-х годов, то вы видите, что они выполняют огромную и локальную функцию, да. В частности, одна из этих кислот – бутерат, масляная кислота, потому что это энергетика, это нормальная пролиферация эпителиоцитов и так далее, и так далее, и так далее. А вот системные абсорбированные короткоцепочные жирные кислоты фактически регулируют наши и углеводные, и жировые обмены. И поэтому мы имеем выход как бы на другие уже системные метаболические расстройства. Так вот, одна из вроде бы нужных нам метаболитов короткоцепочных жирных кислот – масляная кислота. И действительно, мы уже давно не ограничиваем, что ее роль заключается только в энергетике. Но, соответственно, доказано, что ее роль заключается и в поддержании многих других положительных эффектов, которые мы имеем. Посмотрите, не только энергетика, это воспаление, купирование, дефицит инициация, это субстрат для синтеза липидов, мембран и так далее, это окислительный стресс, это калориентальный канцерогенез. Если мы говорим о сахарном диабете, это уровень инкретинов и так далее. Уровень насыщения. Но и самое главное, это вот то, о чем сегодня уже говорилось, это поддержание целостности барьера и проницаемости слизистой. Посмотрите, благодаря вот таким многим механизмам масляная кислота фактически поддерживает нормальную барьерную функцию кишечной стенки. И, опять же, ближе к онкологии, то уже есть и сообщение ее участия в протекции колоректального рака и дефицит ее в инициации колоректального рака. Соответственно, хорошо описанный эффект Варбурга, который, в общем-то, говорит о том, что идет переключение стратегии метаболизма колоноцитов на аэробный вариант гликолиза с утратой возможности утилизации масляной кислоты. И в результате фактически мы теряем вот этот механизм антиканцерогенного действия масляной кислоты. И это все наше будущее, но мы понимаем через микробиоту, через метаболом, соответственно, возможность их участия в реализации различных процессов. И вот тоже данные, и мы видим, что уже дисбаланс даже внутри этих короткоцепочных жирных кислот уже может быть фактором инициации колоректального канцерогенеза. И это наши данные, я не буду на них останавливаться, они опубликованы уже в 2017 году, хотя мы провели эту работу намного раньше с колопрактологами, хирургами. И мы видим, опять же, изменение метаболизма, по крайней мере, этого бутерата в непосредственной аденокарциномии толстой кишки. Мы хроматографировали не только фекальные образцы, но и, соответственно, хроматографировали слизистую, полученную в интероперационном материале. И поэтому уже тогда был как раз в 2012 году сделан посыл в сторону исследования этих метаболитов, не только при какой-то гастроэнтерологической патологии, но и, соответственно, онкологической. И вот вернемся к этому тезису. И поэтому в гастроэнтерологии… Мария Дмитриевна, одна минута. Я все заканчиваю. Спасибо большое. Родилась концепция метабиотического воздействия, то есть фактически мы стоим на восполнении, на желании восполнить вот этот дефицит низкомолекулярных соединений. И родился класс метабиотиков, которые являются не только метаболитами, но и компонентами структурных клеток, различных микроорганизмов и так далее. Об этом классе можно посмотреть. Это, естественно, является развитием пробиотической концепции. И самое главное, что это не только наши разработки, они уже международно фактически нашли свое признание. И самое главное, что у нас есть уже даже препарат, непосредственный препарат, содержащий масляную кислоту, который мы широко, во-первых, используем в клинической нашей медицине и в гастроэнтерологии. Уникальность в том, что это доставка непосредственно в область, соответственно, продукции и дефицита в толстую кишку. Ну а состояния, которые, соответственно, могут корректироваться доставкой этого препарата, они указаны в области применения. Ну и последний слайд, заключительный, это те перспективные направления в области создания пробиотиков и метабиотиков адресного назначения. Я не очень хорошо, честно говоря, пока понимаю, готовы ли мы к пробиотикам адресного воздействия, это будет, наверное, озвучено на следующей части нашего конгресса, но к пониманию использования метабиотиков и их роли, и их мести мы уже фактически подошли. Спасибо. Спасибо большое. Я готова ответить. Есть время на один короткий вопрос. Тогда, если можно, я воспользуюсь этим коротким вопросом. Мария Дмитриевна, вот у меня вопрос по поводу бутирата. Есть две работы, одна, по-моему, цел 11-го года, другая цел 16-го, которые несколько противоречат по, скажем так, использованию бутирата. Цел 11-го говорит, что это замечательное питание для эндероцитов, и жизнь без него нельзя. А цел 16-го говорит о том, что бутират, он ингибирует деление стволовых клеток и может препятствовать заживлению, рубцеванию нормальному поверхности слизистой кишечника, ну, например, прилива ЗК. Вот как вы это прокомментируете? Ну, вы знаете, я могу сказать, что всегда есть два мнения, иначе бы мы просто не развивались бы. Если бы мы придерживались определенного мнения, мы бы стояли бы на месте. Так вот, я могу сказать, что опыт применения, соответственно, и бутирата, в частности, доказывает его большую пользу. А вообще, если так отклониться в историю, то как раз Брюер в 1987 году уже лечил пациентов с язвенным колитом, соответственно, введением раствора короткоцепочных жирных кислот, где присутствовал бутират. Тогда мы не особо еще понимали, какой же из кислот, можно сказать, отдать такое предпочтение. А каждый можно при любой патологии, то есть дифференцированно подобрать. Но уже с 1987 года больше данных за то, что, соответственно, эта кислота более протекторная, нежели чем зловредная. И можно теперь я прокомментирую, конечно, по поводу желудка. Желудок – это тоже биотоп. И если раньше мы действительно говорили о том, что там до 10 в третьей колонии образующих единицы в основном род лактобацилюс, то сейчас это зверинец. Действительно, если там есть хеликобактер, он является доминирующим, можно сказать, царем в этом зверинце. А если хеликобактера нет, то там можно встретить кого угодно. Это тоже работа есть. И они не только как бы микробиологически подтверждены, но уже подтверждены тем же самым секвенированием. И буквально маленький вопрос. Сидящие здесь онкологи совершенно четко разделяют сейчас эколоректальный рак на правофланговые опухоли, левофланговые опухоли. Или правофланговые опухоли более агрессивны, высокая микросателлитная нестабильность, биерафмутация. И вот с вашей точки зрения и в онкогенезе совершенно это из разных источников происходит. Есть ли это подоплека в отношении микробиота? Метаболит. Поэтому продукция этих короткоцепочных жирных кислот, а также утилизация в разных отделах кишки, она идет по-разному. Смотрите, это все действительно как бы уже опубликовано. Мы свои исследования проводили при разной как раз локализации, при правосторонней, при ревосторонней. Поэтому там есть свои сугубо специфичные, как говорится, особенности, описанные уже и по метаболизму, и по утилизации этих кислот. И если еще раз посылаюсь на экспериментальную клиническую гастроэнтерологию, выпуск 2017 года номер 3, под моим австерстом, там есть эта статья, где хорошо разбираются не только эффекты, но и все это подтверждено экспериментальными нашими данными. Продолжение следует...